Инфекционные болезни преследуют человечество на протяжении всей истории. В поисках защиты от них люди испробовали многое – заговоры, закаливания, дезинфицирующие средства и карантинные меры. Однако только с появлением вакцин началась новая веха в истории успешной борьбы человечества с инфекциями. Благодаря иммунизации население Земли избавилось от страшного заболевания – натуральной оспы и полиомиелита. Плановая иммунизация против детских болезней ежегодно спасает жизнь и здоровье примерно 3 миллионов человек во всем мире. У нас в области заболеваемость дифтерии не регистрируется уже более 10 лет. И в республике в последние годы случаев этих нет. Заболеваемость корью и краснухой с 2007 года практически не регистрируется. В 2012 году у нас было 6 завозных случаев кори. А так за этот период, 7 лет, заболеваемость не регистрируется. Не регистрируется практически случай из столбника. Это бывает где-то один случай в 10 лет. Заболеваемость вирусным гепатитом B за последние 15 лет снижена в 10 раз. И даже, несмотря на эти говорящие цифры, находятся те, кто упорно продолжает игнорировать вакцинацию. К примеру, только в Брестской области зарегистрировано порядка 3000 человек, которые по тем или иным причинам отказываются делать себе прививки. Самое печальное то, что в этот список входят и дети. И таких в Брестском регионе полторы тысячи. Происходит это по вине родителей, которые считают прививки лишней процедурой в борьбе с инфекциями. Однако у врачей есть свои аргументы в пользу иммунизации. Нужно убеждать. То есть, если у нас вирусный гепатит B после того, как начали прививать детей в 71 раз, заболеваемость среди детского населения снизилась, то, по-моему, это аргумент достаточно такой емкий. Если в течение 50 лет у нас не регистрируются случаи полиомиелита после того, как началась вакцинация против этой инфекции, это тоже, по-моему, аргумент. И если после того, как начали прививать от кори и эпидпаратита заболеваемость этими заболеваниями, не кори, прошу прощения, коклюш и эпидпаратит, заболеваемость этими инфекциями снизилась 150-400 раз по сравнению с доприевочным периодом, то, по-моему, это аргумент. Эти компетентные доводы должны стать своеобразным маяком для родителей к решительным действиям. А именно, не лишать своих детей и себя права и возможности быть защищенными и приложить все усилия к тому, чтобы инфекционные болезни не помешали вам и вашему ребенку быть здоровыми.